Всем привет! Недавно я приобрел себе вот такую вещицу, и радости моей не было предела до тех пор, пока не пришлось ею воспользоваться. Уже догадались, что это такое? Это эндоскоп, USB эндоскоп, который можно подключить к ноутбуку, планшету, либо смартфону. Казалось бы, очень удобная вещь, очень нужная, но, как выяснилось, у нее есть не только плюсы, но и минусы. И в некоторых случаях, когда на него возлагается огромная надежда, он оказывается бесполезен. Давайте посмотрим, что же входит в комплект. Но для того, чтобы воспользоваться эндоскопом, нужно установить соответствующее приложение. С этим могут быть проблемы, так как в приложении в сети множество, а каких-либо рекомендаций на упаковке и в руководстве не было. Я устанавливал и удалял приложение одно за другим, и в какой-то момент даже отчаялся, но потом мне повезло. В общем, ищите все со словом эндоскоп или USB эндоскоп. Хотя есть еще приложение AN98 и тому подобное. Если подключать эндоскоп к ПК, то все немного проще. Ставим диск, запускаем вот этот файл, после чего на рабочем столе появится вот такой ярлык. И вот все работает. Но это имеет хоть какой-то смысл ставить лишь на ноут. И согласитесь, удобнее все же держать смартфон, чем ноут. В то время, когда будете разглядывать что-либо через эндоскоп. Возле камеры в нем установлена подсветка, которая регулируется легким движением колесика. Никаких щелчков при этом быть не должно. Легко и плавно. Если вы уперлись и не можете его прокрутить, значит просто крутите не в ту сторону. Насадки на нем также меняются очень легко. Открутили заглушку и прикрутили нужную насадку. Это может быть крючок. Вот такое маленькое зеркало, установлено под углом в 45 градусов. Или магнит. Также есть переходник с microUSB. Допустим, вам нужно что-то рассмотреть в труднодоступном месте. К примеру, за батареей. Может быть надо проверить, что лежит на шкафу. И с этим он справится на ура. Также можно будет проверить, куда именно закатилась под диван какая-нибудь вещица. Или проверить, не забита ли вентиляция. Но несмотря на то, что данный эндоскоп водонепроницаемый, проверять с помощью него засоры в трубах оказалось бессмысленно. Потому что как только камера упирается в любой вид засора, например жир, то картинка получается вот такой, как если закрыть камеру пальцем. Итак, какие плюсы и минусы у данного устройства? 1. Длинный и жесткий провод, который можно согнуть и протолкнуть почти куда угодно. 2. Встроенная подсветка с регулировкой. 3. Насадки, которые могут понадобиться. 4. Водонепроницаемость. Это все плюсы. Но абсолютно бесполезен при проверке засоров в водопроводных трубах. И есть проблема с поиском приложения, подходящего к нему и к смартфону, к которому он будет подключаться. Напишите свои варианты того, где он мог бы быть полезен. Уверен, что их больше, чем я назвал. И благодарю вас за просмотр. Заходите почаще. Субтитры создавал DimaTorzok